Вы знаете, когда вы вот это все говорили, несколько раз вспоминали о том, что таких достаточно людей, которые начинали, и вот как раз, когда вы все это говорили, я тут вспомнил бывшего вашего соведущего по аналогичной программе. Ой, про Горкина, не говорите мне, это моя боль. Это действительно моя боль от того, что эту программу мы с ним вели. Я очень хорошо к нему относился, но ведь не забудем, что именно благодаря Горкину универсальное объяснение «Ипотека» вошло в наш язык. У меня нет к нему претензий. Это правда. У меня нет к нему претензий. Он заложник профессии, заложник, может быть, каких-то своих личных обстоятельств. Но если бы вы знали, как мне страшно на него смотреть, да, как говорила Ахматова, когда я гляжу на многих современников, я чувствую радость и благодарность. Ведь если бы они не стали этим, нам пришлось бы стать вот этим. Слава богу, нам не пришлось. И у нас не было шансов. Та же штука. Та же штука. Я-то на самом деле упомянул не для того, чтобы... Я понимаю, не чтобы поносить, конечно. Да-да. Тем более, что повода никакого нет. Это я, все мы несколько эти самые, себецентрично, так сказать. Да, конечно. И я эгоцентричен тоже. И это к тому, что я просто в аналогичной ситуации сейчас введу, с Митрой Львовичем, ту же самую программу, на самом деле. Которую, когда не пустят туда, куда втянуло Норкина. Вы на самом деле защищены. Да-да. Но я это к тому, что если вдруг заметьте что-нибудь за мной такое, вот вы как-то это дайте знать. Я зрителю... Я вспоминаю, раз уж говорить о литературе, вспоминаю, Валерия Попову жизнь удалась. К счастью, от конформизма я защищен полной своей безмозглостью. Да, это про нас с вами. Да, похоже. Похоже на то. В этом смысле мы с вами... Немного изолированы. Но знаете, чем черт не шутит? Видел я и такие метаморфозы. Не дай бог.